День энергетика это не просто профессиональный праздник. Это и день подведения итогов за год, и день поздравления лучших из лучших. А гордиться нашей теплосетей есть чем. Одна из самых продвинутых не только в регионе, но и в стране. Она является флагманом среди теплоснабжающих организаций. Мы лучшие в Российской Федерации, потому что у нас самое совершенное, самое новое оборудование, тепловые сети, самый обученный и высококвалифицированный персонал. Мы все любим свою работу. Энергетика это как и врачи, как и юриспреденция. Постоянное какое-то обучение. Нас постоянно отправляют на курсы повышения квалификации. Постоянно получаем какие-то знания и в ходе работы, и в ходе общения со старшим поколением. Поэтому здесь, да, здесь приходится учиться каждый божий день. Познакомиться с новинками, стоящими на вооружении в Мытищинской теплосети, гости смогли на втором этаже. Здесь была развернута выставка достижений, которые помогают специалистам в ежедневной работе. А пока молодое поколение осваивает новинки технического прогресса, самые опытные работники получают заслуженные награды. Таких в этом году немало. Победы есть как на уровне муниципалитета, так и региона. В таких лентах сегодня будут очень много людей. Это заслуженный работник Мытищинской теплосети, который отработали 20 лет и более. Я на предприятии отработала 30 лет и более. Это мое родное предприятие. Это предприятие, без которого я не представляю своей деятельности, своей жизни, потому что я вросла, к людям приросла, к нашей работе. У нас такая деятельность прекрасная. Тепло, добро людям. Каждый дом. Каждый год у нас проходят конкурсы внутри предприятия. Это получается повышение квалификации. Ну и естественно уже можно выходить на областной уровень с этим. Хочу поздравить всех с Днем энергетика и пожелать здоровья и благополучия, и чтобы тепло, которое они дают людям, возвращалось им с торицей. Залог эффективной работы – люди, которые любят свое дело. Но не менее важно, чтобы население, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации шли к общей цели. Должны быть добропорядочные отношения между жителями и организациями. То есть как жители, так и организации должны понимать, что они работают, как бы сказать, в паре всегда, постоянно. С пониманием, во-первых, должны относиться друг к другу. Бывают, конечно, всякие ситуации, но это, наверное, самое главное. На праздничное мероприятие во Дворце культуры Яуза собрались представители администрации округа, управляющих компаний и ТОСов. Кроме приятной ноты поздравлений, в этот день также подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на ближайший период. Впереди всех ждут праздники. Но только не энергетиков. На их плечах лежит ответственность за то, чтобы в каждой квартире этот Новый год встречали в теплой и уютной атмосфере. Анна Раченкова, Сергей Федоров. Информационная программа «День».